Война здесь идет всю жизнь. Ее пытаются остановить, но она то тут, то там вспыхивает с новой и новой силой. Она идет сейчас. Она шла здесь и 40 лет назад. И невольно думаешь о прошлом, настоящем и будущем этого города. Профессия журналиста здесь приобретает новый смысл. Журналист может попасть туда, куда нет хода политикам. Журналист на этой войне, одним словом, может изменить ситуацию в зоне конфликта. Правда, часто ценой собственной жизни. Время бомбардировки Дамаска бомба задела. Это случилось в 1974-м в Сирии. Фарид Сейфуль-Мулюков приехал в Дамаск на интервью с президентом страны Хафиза Масадом. От этого разговора зависело, какую позицию займет СССР в урегулировании ближневосточного конфликта. Наша машина, Пежо 504, оказалась в районе бомбежки. И машину приплюснула к крышу, и мы там оказывали где-то внизу. В Кремле проходят советско-сирийские переговоры. Переговоры в Москве на высшем уровне состоятся через три года. Когда Хафиз Асад наконец приедет в СССР на встречу с Леонидом Брежневым, он попросит, чтобы его визит освещал тот самый отчаянный журналист Фарид Сейфуль-Мулюков, который разговаривал с ним в Дамаске сразу после бомбардировки города. Наши переговоры в Москве, говорит Хафиз Асад, были конструктивными и очень полезными. Они укрепили узы дружбы между Сирией и Советским Союзом. Мы высоко оцениваем... Таких моментов было много даже. Всех я не упомнишь. Непосредственного обстрела я всегда избегал, потому что материал для журналиста важно сделать живым. А когда тебя прихлопнул, то убьют, ты ничего не сделаешь. История Востока пришла в его жизнь с легендами про деда Мулу Гали Яушева, строившего мечети, и с татарскими сказками, рассказанными в детстве бабушкой Анухай. Он закончил институт востоковедения при МГУ, в те времена, это в середине 50-х годов. И, конечно, старшие мои товарищи и учителя его очень хорошо знали. Это было очень интересно и приятно с ним общаться. Вот мы пришли в этот лагерь и беседуем с одной из семей палестинских беженцев. Блистательный востоковед, успешный журналист, уважаемый человек. Настоящий восточный философ, он умел найти подход и к королю, и к простому крестьянину. Мы беседуем с советником президента Ливанской республики Саркиса, Мухаммедом Аталла. Но у него была тайна, которую он пронес через всю свою жизнь. Только проявляющий терпение получает высокую награду. В сентябре 1938 года ночью часа в три ворота дома, где мы жили, раздался мощный стук. Открывать дверь бабушка послала маленького Фарида. Если пришли арестовывать, ребенка не тронут. Я вскочил, побежал к воротам, открыл дверь и увидел за калиткой трех военных. Начали с обыска. Пришли за отцом. В доносе, который спустя много лет найдет и прочитает известный журналист Фарид Сейфульмулюков, его отца называли турецким и германским шпионом. Отца реабилитируют только через 20 лет посмертно. Прошло какое-то время, вдруг какой-то непонятный звук раздался из комнаты. Какой-то кто-то чего-то швырнул. Я прескал дверь и увидел солдата, который занес ногу над толстой книгой, такой рукописным текстом написанной. А это был Коран, древний Коран, 18 или 17 века, который принадлежал моему прадеду. Я выхватил этот Коран и убежал во двор, спрятал Коран там, среди какого-то старого барахла, так, как будто бы о нем и забыл. Здесь, на переднем крае, день и ночь в постоянной готовности бойцы палестинского сопротивления и ливанских патриотических сил. В конце 60-х востоковеда Сейфульмулюкова срочно командируют в Ливан организовывать Ближневосточное бюро гостелерадио СССР. Ишам Ахмед командует одним из участков фронта обороны западного Ируна. Он проведет на Ближнем Востоке почти 20 лет. 20 лет войны. Тогда это был особенно, помните, арабо-израильский конфликт в центре был. Сейчас по-другому ситуация разворачивается. Сейчас вот этот терроризм страшный. И арабо-израильский конфликт отошел на задний план. А тогда вопрос о палестинцах. Он фактически центральный. Почти каждый день над бейрусскими улицами и жилыми кварталами с ревом проносятся фантомы. Фарид Сейфуй-Мулюков оказался единственным советским журналистом, способным разобраться в ближневосточных конфликтах. Вот началась моя постоянная работа в этом регионе. Я посетил практически все-все арабские страны абсолютно. По случайному совпадению, утром наши кинооператоры Аркадий Громов и Владимир Ковнат снимали в этом районе, который называется Раас-Байрут. Я помню, мы приехали после бомбежки Бейрута, приехали на развалины, где там детей вытаскивали, там жителей вытаскивали. И только вот буквально мы уехали, это место разбомбили. То есть наводка была. Я и моя семья были очевидцами этой страшной бомбардировки. Практически за всеми героями репортажей Сейфуль-Мулюкова шла охота. Ясер Арафат, председатель исполкома Организации освобождения Палестин. Смерть любого из них принципиально меняла расклад сил в зоне конфликта. Они были знаковыми фигурами Ближнего Востока. Советский корреспондент, находящий общий язык со всеми, как следствие, тоже становился мишенью. Стоишь, интервью берешь, и вдруг пули где-то вот просто на полянке какой-то или где-то на краю города. И вот пули где-то по земле шелестят. Ну, постараешься побыстрее закончить интервью, садишься в машину и уезжаешь. Каждое слово «интервью» нужно было или подтверждать, или опровергать фактами. Но добыть эти факты можно было только там, где свистят пули или взрываются бомбы. Обстрел начинался. Я помню, бежали на крышу. На десятый этаж лифт не работал. Все бегут в подвал, а мы бежали на крышу. Молотят зенитки, разрываются снаряды, там мы в 16-й ходили. И все это сыпалось нам на голову. Едва мы приехали в Бейрут, как через несколько часов, был совершен мощный воздушный налет на жилые кварталы ливанской столицы. Работать надо. Вот кадры есть там, даже в кино есть. Фарид на крыше, когда только налет начался. Снова жертвы. Раненые, убитые. Год горит квартал Пакхани. Это я у президента Ливана Амина Жмайля. С зеленскими солдатами беседую. Учился я в институте хорошо, в общем-то. И закончил институт с отличием, со знанием двух языков, арабского и французского. Английский я изучил уже позже. И, конечно, было очень трудно сначала. Путь на Ближний Восток оказался долгим. Сначала журналы «Международная жизнь» и «Азия и Африка сегодня». Потом Институт Востоковедения и Академии наук. Редактирование научных книг. Опять журнал. Потом отделы навещания на Всесоюзном радио. Довольно часто меня посылали в командировки с правительственными делегациями. То есть я постепенно набирал опыт работы специального корреспондента. Человек, который умеет выполнять задания четко, безошибочно и добиваться определенных целей. За семь дней боев израильская армия оккупировала почти весь Южный Ливан. До реки Литане. Иногда журналисты идут впереди дипломатов, потому что со многими странами Ближнего Востока у нас не было еще дипломатических отношений, когда туда выезжали наши журналисты. И среди наиболее активных и таких ярких журналистов той плеяды и арабистов, из-за такого Ближнего Востока, был, конечно, Фарид Сейфа-Мулюков. С Мухаммедом Дакрубом мы знакомы уже много лет. После каждого разговора на камеру его спрашивали, откуда вы из Советского Союза? В СССР так хорошо знают арабский язык? Блистательный арабский со всеми его тонкостями и диалектами был тем самым ключом, которым Сейф Уль-Мулюков открывал даже королевские и президентские двери. Он никогда ни перед кем не, как представитель великой страны, никогда ни перед кем не лебезил, так сказать, не унижался. Но прежде всего за счет его мужского характера, смелости, решительности, твердости. Шафик Сафади – владелец небольшого магазина в Шторе, в долине Бека. Мы выезжаем с опасного района, стоит блокпост, стоят люди, вооруженные автоматами. Кто они, что они, неизвестно. Они подходят, спрашивают, вы кто? Журналисты. Откуда? Из России. Один говорит Фариду, ты кого любишь, Джамалия или Арафата? С противником во время войны в Бейруте не церемонились. Не спасали ни разговора, ни объяснения. Могли просто шлепнуть, скажи, я там за Арафата, а они за Джамалия. Шлепнуть, и все, и привет. Где чей вооруженный отряд было просто невозможно разобраться? Обстановка менялась каждый час. Фарид, мгновенно у него реакция, моментально. Он сказал, я люблю свою жену и своих детей. Они засмеялись, говорят, проезжайте. Его, во-первых, мгновенная реакция, знание, так сказать, менталитета этих людей. Это первый международный визит. Прошло полвека, и на Ближнем Востоке вновь идет война. И в Москву вновь приезжает президент Сирии. Но теперь уже не Хафиз Асад, а его сын Башар. Мы же выстраиваем свои отношения, опираясь на багаж прошлого. Это, конечно, создает такой более солидный и надежный фундамент для выстраивания в настоящем времени этих контактов, отношений и сотрудничества. И на будущее, естественно. Сегодняшние отношения России и Сирии – продолжение давней, почти столетней дружбы. Когда в начале 70-х прошлого века на Ближнем Востоке разразилась арабо-израильская война, Советский Союз сделал все, чтобы ее остановить. Я был в войне 1973 года. Это было очень давно. Но, тем не менее, это была сложная война. 30 лет в ООН обсуждаются проблемы Ближнего Востока. У регулирования конфликта шло чрезвычайно тяжело. На переговоры с Хафизом Асадом, которые длились по 12 часов, в Сирию три раза прилетал министр иностранных дел Советского Союза. Сотрудники МИДа работали круглые сутки. Посол не может каждый день или каждые два дня встречаться с президентом. Это так не положено по дипломатическим правилам. И поэтому была договоренность, что я время от времени буду передавать какие-то сообщения, не очень срочные, начальнику его канцелярии. А через день или в этот же день меня вызывал этот человек и говорил, что я готов передать ответ. Когда Башар Асад в 2015 году прилетел в Москву на переговоры с президентом России, вместе с ним прибыла небольшая правительственная делегация. Главная тема встречи, как и 50 лет назад, российская помощь Сирии. Я спросил сирийцев, а кто сейчас начальник канцелярии у Башара Асада. А он сказал, тот же Абусалим, тот же человек. Хафиз выстроил такую систему, которая замыкается на него. И эту систему он наследовал Башар. Вот это тогда еще угадал Сейфуд Мулюков. Он понимал истинную роль Хафиз Асада. Кстати, о Хафиз Асада западники оценивают очень высоко. Он всех видов оружия стрелял. Водил самолет, сам вертолет водил. Он водил всеми видами оружия. И был очень боевой. Европейцы называли Хафиза Асада Деголем Ближнего Востока. Сравнивали с Бисмарком. Он мог отказать во встрече президенту и королю. Он отдавал предпочтение общению с сильными людьми. У Фарида были очень хорошие отношения и с Арафатом, и с Хафизом Асадом. И с рядом других таких видных государственных политических деятелей арабского мира. Но их подкупало его знание арабского языка, и понимание менталитета, и культуры, и обычаев. Потому что он сам восточный человек был. Родился я, в общем-то, в благополучной семье. Отец был человек просвещенный. Получил европейское образование. Кончил Берлинский университет, факультет живых восточных языков. Это мой брат, погибший в Бресте, крайне справа. А его отец погиб в концлагере. Мой характер формировался в процессе длительного периода. Трагического, большей частью, меньшей частью, радостного. В атмосфере понимания тех процессов, которые происходят в нашем доме, вокруг нас, в нашей стране, в мире. И это далось нелегко. И поэтому интерес к Востоку, он постепенно накапливался, проникая во все, так сказать, мои интеллектуальные поры. В тот же июльский день в бейрусском районе Факхани мы встретились с Ясером Арафатом. Человек лысенький, невзрачненький, так сказать. Вот. Ну, дал нам интервью. Очень хорошо они долго общались. Помню, у меня где-то лежит пропуск, лично подписанный Арафатом, для проезда вот таких, чтобы нас не арестовывали. 1982 год. Ясер Арафат уже признанный лидер Организации освобождения Палестины, сформированной в 1964-м. В 1982-м главная цель организации та же, что и 20 лет назад. Создание на территориях, оккупированных Израилем, собственного независимого государства. В 1964-м году еще никаких оккупированных территорий, в нынешнем понимании, то есть Газа и Западный берег, не были оккупированы. А организация освобождения Палестины уже была. Поэтому, значит, имелось в виду освободить Палестину от Израиля. Я думаю, что вот в момент создания ООП Фарид Сейфулмурюков тоже где-то рядом присутствовал. Тогда про Арафата знали немногие, и он был вне рамок этой организации и этой политики. Мы будем защищать палестинскую революцию. Мы никогда не забудем... С Арафатом я познакомился в 1967-м году, как раз еще до того, как он стал официальным председателем организации освобождения Палестины. Это был человек очень тонкий, хитрый, очень изворотливый, который умел лавировать в любых сложных ситуациях и находить выход. Но главное дело было – это защита интересов палестинского дела, дела палестинской революции, создания независимого палестинского государства. В 1967-м году арабские страны, решившие ликвидировать государство Израиль, в ходе шестидневной войны получили от Израиля сокрушительное поражение. Кроме этого, арабы оказались перед фактом. Приграничные территории, которые прежде находились под их контролем, в ходе этой войны оказались Израилем оккупированы. Сначала Арафат стоял на довольно жестких позициях, сбросим Израиля в море, и другого вопроса быть не может. Кончилось все это плохо. Израиль сбросил арабов в море. И он размахивая руками передо мной военные формы. Что это поражение случайное, что рано или поздно мы это, так сказать, победим. Я говорю, мечтать, конечно, неплохо, господин Арафат. Воздействовать на Арафата на официальном уровне было практически невозможно. Он отказывался от контактов, не давал интервью, менял места расположения штаб-квартир, перемещаясь из одной страны в другую. Получить во время войны интервью Арафата это было практически невозможно. Были очень хорошие личные отношения. У меня есть фотография, где мы сидим втроем в обнимку. Фарид Сейфуль-Мулюков оказался едва ли не единственным, кто сумел выстроить с оппозиционным всем Арафатом разумные и, как оказалось, очень перспективные контакты. Понимаете, ведь даже разные там дипломаты, ну, что, чего греха таить, иногда считают, что что такое, мы там самые соль земли, особенно там в этих странах мы все знаем. А он своими репортажами, своим умением показывал, что не все знаете даже, ребята. Вы там все-таки смотрите, я ни на что не претендую, я не хочу вас учить, но вы все-таки смотрите то, что я делаю. Ясер Арафат, председатель исполкома Организации Освобождения Палестины. Советский Союз... А его кличка партизанская, Абу Аммар, вот так его обратились на Бог. Но вы должны знать, господин Арафат, кто стоит за спиной Израиля. Мощные силы стоят. Соединенные Штаты Америки. Победить с помощью оружия это государство невозможно. Поэтому надо искать компромисс. Поставить разумное, ясное требование. Вы сами говорили, что вы бы удовлетворились хотя бы для начала созданием палестинской автономии. И вот тогда, я думаю, Арафат долго, конечно, размышлял, и были споры среди самих палестинцев, среди самих арабов. Но в конечном итоге Арафат принял эту концепцию, и, по сути дела, потом уже она стала официальной позицией палестинского движения. Действительно, в прошлое время Арафат выступает с трибуны Организации Великой Нации. И эту идею высказывает, что мы готовы на создание автономии. Начались переговоры постепенные. Но я думаю, что тут надо воздать всем должное. То есть Фариду, безусловно, но и Арафату тоже. Не надо преуменьшать его заслуг. Это был крупнейший политик. Может быть, ему не удалось осуществить свои мечты палестинского государства. Но то, что он сделал, это оставило колоссальный след во всей арабской политике, во всем Ближнем Востоке. Это татарский письмак. Это перемеч с мясом. Фариду Сейфульмулюкову, 85. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, Ордена Красной Звезды, Ордена Почета, журналист-востоковед, получивший признание всего арабского мира. Меч королей – это воин. Это один из моих предков. По отцовской линии Сейфульмулюк был воином. Воин татарским, воином. Его называли, прозвали мечом короля. Он это обыгрывал в разных вариациях по-разному. То ли это меч королей, то ли потом он шутил, что это меч, который срубает головы королей. Но это в зависимости от собеседников. То ли это были марксисты, то ли это были монархисты. Это он шутил, конечно, но это все было тоже так ярко. И все понимали, так сказать, что он по-доброму. Что меч в руках вам всегда так приносит только счастье людям. Коллеги-журналисты восхищались его мудростью. Друзья-дипломаты умению найти общий язык с любым человеком, независимо от ранга и статуса. Но в середине 90-х это оказалось никому не нужным. Ближний Восток оставили без Сифу и Мулюкова. Жалко, конечно. Он бы мог еще поработать, тем более с таким знанием, знания Востока. Я думаю, что у нас мало кто, тем более, среди журналистов, был. Надо было бы, конечно, как-то сохранять. Ну, что было, все что есть, что есть, то есть. У него была большая мечта объединить всех братьев-журналистов в клубы. Как раз благодаря идее Фарда Муставовича при полномочии представителей мы создали клуб, меди-клуб. Зная, что он прошел и горячие точки, зная, что он очень много внес вообще в развитие нашей советской журналистике, президент Республики Тарстан Ростан Галевич обратился к президенту Российской Федерации о награждении. Фарда Муставович лично Ростан Галевич ему вручил орден почета указом президента Российской Федерации. За заслуги в области культуры, печати, телеразвещения многолетней плодового работы награждается орденом почета Российской Федерации журналист-межнородник Сейфой Муреков Фарид Муставович. Спасибо большое. Всегда есть, конечно, вещи, события, о которых приходится жалеть. Но первое сожаление связано с тем, что я не всегда шел по прямой дороге, на которую меня направила судьба. Иногда уклонялся в ту или иную сторону. тратил иногда время на какие-то занятия, которыми все занимаются с удовольствием. Мало времени у меня оставалось иногда для занятий глубокими знаниями и так далее. Это все было, да. Но, к счастью, это не помешало мне делать правильные шаги. У меня большая дружная семья. Чудесные дети, две дочери, четверо внуков. Моя семья происходит из древнего казанского рода. Семья Яушев. Старик Яушев, он и обладатель этого святого писания мусульман, Корана. Он совершил с этим Кораном паломничество харж, мягкую медину. И много десяти лет спустя я совершил тот же путь. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ